друзья всем привет томаты высажены сейчас они посынкуются ведем про полочку потом будем забывать колышки подвязывать и в августе будет урожай который вам обязательно покажу новинки новые сорта все то что выросло всего в этом году у нас 160 сортов томатов мы чуть-чуть сократили ну как чуть-чуть почти на 100 сортов сократили посадили меньше следующий год будет нужда в семенах посадим больше ну а пока пока томаты растут кому не интересно смотреть урожай кто хочет вспомнить сочные плоды помидор розовые желтые красные черрики гиганты посмотрите это видео дальше я сделаю вам подборку лучших сортов не знаю сколько там будет десятка-двадцатка постараюсь всунуть в это видео побольше сортов самых урожайных самых вкусных самых интересных сортов прошлого сезона точнее даже прошлых сезонов последние двух прошлых сезонов здесь будет и чего-чего саны сумасшедший черри баре и церковь гигант и сердцевидные короче постараюсь в этом видео показать самые интересные сорта которые вот именно я люблю выращивать которые я деда и на то мои фавориты поддержите пожалуйста видео лайком напишите комментарии какой сорт томатов вы выращиваете или какие сорта и напишите также в комментариях какие сорта вы хотите чтобы мы выращивали или если мы их выращиваем показали них обзор то есть пишите что вы конкретно хотите видеть обзоры каких сортов напоминаю что в августе будут созревать я буду вам показывать плоды на кустах взвешивать их пробовать на вкус показать мякоть оставайтесь с этим каналом кто не подписан подписывайтесь будет интересно а сейчас всем приятного просмотра топчика лучших на мой взгляд сортов томатов это томат румянец такой пальцевидной формы сливка желто-оранжевого цвета с небольшим носиком при созревании да вот недозревшие плоды как видите они полосатые и при созревании практически этих полос не видно просто там где полосы он становится красным таким отливчиком что дает ему название румянец вот плод полос не видно еще этот сорт называют стыдливый румянец знаю кто ему приписал слово стыдливый с английского он переводится просто как румянец название стыдливый кто-то уже добавил из родников вот видно на нем румянец покажу вот еще кустики увешаны плодами сейчас солнце спряталась с этой стороны возможно не сильно видно румянец красивые вот такие шикарные помидоры сорт создан 2011 году в калифорнии это новый сорт уже хорошо среди любителей томатов распространен вот такой вот урожай в этом году этого сорта ежегодно он дает много плодов покажу еще с этой стороны вот все его шпалера румянец по эту сторону персик оранжевый рядом два оранжевых сорта сейчас посмотрим его вес вот плод на стол 22 грамма 23 вот его мякоть такая вот тоже видите мякоти присутствуют красные такие прожилки семян мало сочный такой вот интересный сорт можно его консервировать черри томатик он не будет растрескиваться в банке томат чего чего сан этот сорте выращиваю уже больше 15 лет он очень урожайный гроздевой посмотрите вчера полить полили помидорчики не полопались много влаги вот такой вот сорт розовая сливочка большие громки шикарный урожай в этом году кусты облеплены частично уже мы сняли плоды часть еще осталось сегодня надо собрать их вот это все Чио-Чио-Сан куст высотой до двух метров плоды розовые вот такая мякоть у них розовая двухкамерный семян много такой вот мякоть уже даже перезрели вот такая вот громко это одно срезал давайте попробуем на весах как она и не поместится хотя бы как-то положить 544 но вы видите плоды не все легли один плод весит 32 грамма 39 давайте вот покрупнее 42 отличный сорт прекрасно подходит для консервации кислинка совсем маленькая он вообще такой знаете необычный вкус вкус настоящего помидора ароматный с еле-еле такой чувствую кислинкой мне он нравится вкус настоящего помидора это томат пальмира кусты метр сорок плоды оранжевые удлиненные с носиком такие вот красавчики как видим вот и недозрелая первая кисть уже созрели осыпаются такое вот чудо там вот сзади пальмира чио-чио-сан розовые выглядывают дали ред алерт здесь бычье сердце уже собрали давайте поближе наним мякоть мякоть оранжевого цвета плод двухкамерный сладкий вес 87 грамм 62 до 100 грамм такая вот сливочка вот такой вот мякотью можно консервировать плоды плотные очень плотные храниться могут до месяца плодоносит до заморозков всем рекомендую этот сорт и опять новинка от агрофирмы Сибирский сад сахарная голова вот такие вот плоды с сердцевидной формы кустики невысокие где-то 80 сантиметров метр не выше есть пятна у плодоножки но это не помеха этому сорту потому что он вообще по вкусу бомба вот второй сердцевидный розовый ну все сердцевидные розовые не все большинство сортов они имеют пятно но я же говорю что по вкусу этот сорт стоит выращивать вот его мякоть кстати в мякоти тоже есть прожилки в этом году я во всех сортах агрофирмы Сибирский сад именно сердцевидные помидоры наблюдаю прожилки но они неощутимы это они там где-то с краешку а там мякоть смотрите без семян сочная плотная классная вот давайте взглянем 343 грамма вот поменьше плод 271 вот такие классные помидоры в банку конечно они не влезут чтобы законсервировать хотя они плотные не треснули бы были бы вкусные но они не поместятся даже вот этот тот что 270 грамм он не влазит в банку зато их можно кушать в салатиках на томатный сок или еще можно консервировать резать кусочками сейчас много рецептов особенно томаты с луком вкусные что сахарную голову посадите обязательно мне он понравился я вырастил его впервые мне понравился буду выращивать с большим удовольствием и вам тоже рекомендую его посадить сорт ранний созревает один из первых в этом году у нас созрел один из первых так что сажайте его очень классный томат я думаю что и в тепличке он будет прекрасен будет хороший рожай в открытом грунте он получился неплохой томат зеленый доктор я немножко опоздал вам с обзором этого сорта он сверх ранний хотел показать вам первые кисти они особо крупные но уже покажу что есть будем ждать следующего года в общем вот такие вот громки это уже шестая наверное кисть или седьмая вот такие вот плоды черрики вот я просто сорвал вам первую первую кисть уже без плодов смотрите какая длиннющая вот у него все такие длинные вот еще осталась тоже длинненькая в общем плоды вот такие вот маленькие черрики вес совсем небольшой 10 грамм вот такая вот мякоть двухкамерный кусты высотой до двух метров вот в этом грунте теплицы думаю полезут до самого максимума 3 и больше метра супер сладкий очень любят этот сорт дети один из самых вкусных черриков и вообще самых вкусных сортов которые мы выращивали намного вкуснее красноплодных вообще непредсказуемый такой супер ароматный вкус супер сладкий мы сорт просто обожаем один из лучших никогда с ним не расстанемся будем его выращивать ежегодно потому что еще раз повторюсь очень-очень вкусные плоды зеленый доктор очень удобные грозди можно прям срывать громками нам писали люди что продают на рынке и достаточно популярный сорт сначала их боялись покупать а потом когда купили и уже берут их постоянные клиенты ежегодно в общем продают такие по 70 гривен за килограмм если вот сейчас обычные помидоры 12-15 гривен у нас продают на сегодня даже по 8 гривен есть то эти 70 гривен за килограмм неплохо как по мне с куста до 20 килограмм за сезон их очень много так что свой бизнес по продаже помидоров можете построить на этом сорт и конечно покупателей будет не учить стоять но будут свои покупатели если вы продаете на рынке уже много лет познают есть свои покупатели предложите такой сорт его будут покупать особенно для деток так как плоды зеленые он не вызывает аллергию что очень популярно что очень сейчас многие деток аллергия на красные помидоры на розовые можно вот такие вот зелененькие они не вызывают аллергию это проверено так что посадите такой сорт очень очень неплохой зеленый доктор как купить семена написано в ссылочке под видео там есть наш сайт электронная почта заходите ищите его в каталоге это у нас сумасшедший черри баре огроменные гроны уже перезрели осыпаются как видите на гроне есть и спелые плоды и дальше завязываются недозревшие эти можно сорвать эти еще будут расти плюс вверху закладывается так же новые гроны продолжают цвести высота куста уже метр восемьдесят а вот куст уже на высоту вытянутой руки где-то два двадцать как видите цветут завязывают плоды самые верхние громки уже видите пять шесть помидоров а нижние облеплены вы знаете в октябре тоже будет много этих помидорчиков за другие сорта не плодоносят эти будут вот такой вот сумасшедшие черри вот смотрите одна такая большая кисть висит тут немерено плодов я не считал больше 50 я не срезал чтобы показать ищите на моем сайте фото я сфотографируюсь с этой громкой какой-то из этих грон вот вообще огроменная одна большая грона висит просто чудо сорт этот кустик маленький грона завязал будем уже собирать их потому что перезрели плотный можно консервировать сладкий плод вот смотрите это все в пыльце с растения рука у меня не обращайте внимания такой вот желто-белый плод с носиком отличнейший по вкусу видите много уже осыпалось валяются сейчас мы их все соберем сорт захватывает своей красотой это урожай к 1082 году вот и варят все увешано томат шоколадный мармелад это сорт моей селекции плоды круглые синие с желтым кусты высотой 40-45 сантиметров лист темно-зеленый мощный не болеет этот сорт мы не обрабатывали никакой химией видите никаких полезней нет так вот они висят на кустиках вот они вот давайте посмотрим на плоды поближе на мякоть на них вес вот такой вот 102 грамма 101 101 средний вес 100 грамм вот и разрезал мякоть у него желтая многокамерный виден солнышке такой вот и мякоть вот такой вот интересный сорт вкус необычный сладкий с небольшой кислиночкой такой кислинкой томатной очень вкусные консервированные не болеют выдерживают жару засуху как видите плоды не растрескиваются и прекрасно растут на любых почвах я уже два года распространяю этот сорт растет он уже во всех регионах нашей страны везде показывает хорошие результаты люди довольны с удовольствием сажают и выращивают этот сорт мне он нравится своей красотой необычный такой и вкусом еще его можно не подвязывать так как кусты высотой класс 40 сантиметров их можно не подвязывать они успеют оттать урожай до вспышки фитофтора если будут лежать на земле плоды такие плотные поэтому они не будут разрезкиваться загниваться если будут дожди они будут лежать на земле и спокойно себе дозревать хорошие транспортировки можно возить на дальнее расстояние ну из-за плотности также они долго лежат в сорванном виде до двух недель хранятся хорошая плотность посадите и попробуйте такой сорт рекомендую здравствуйте уважаемые садоводы и огородники рад вам показать так сказать популярный и нашумевший томат сержант пеппер он очень популярен везде на всех форумах за него рассказывают как его дачники огородники хотели посадить искали его семена как они покупали семена и вырастало у них не то это в прошлом году я этот томат как-то не обращал на него внимания потому что мне много сортов это в прошлом году решил я посадить попробовать что же он из себя представляет густы у сержанта пеппера высотой метр мощные не болеют плоды вот взгляните черные с антоцианчиком в виде сердца смотрите красивый очень цвет с носиком вот еще один черный я вообще люблю антоциановые томаты и вот его мякоть посмотрите одно мясо семян нет очень мало семян сочный красивый такой темный малиново красный цвет я разрезал небольшой плодин 80 потому что на кустах есть разные плоды разной величины вес мы покажем сразу скажу что снимаю в конце августа это уже с 3 4 5 кисти на первой кисти плоды были в половину крупнее ну вот сейчас я покажу 161 грамм первые плоды были по 250 и по 300 грамм ну это вот 6 я кисти снимал 127 этот 112 ну вот такой вес от ну это вообще маленький смотрите 58 вот вообще средний вес 100 250 грамм попробую по вкусу вот еще мякоть в таком разрезе смотрите нет семян ну по вкусу мне хотелось конечно чтобы он был немножко слаще он сладкий но все же не хватает ему больше сахаров вкус классический помидорный классического томата вот напоминает тоже бычье сердце там воловье сердце что-то с роз к розовым больше такой вкус розовоплодных томатов сорт неплохой если брать его выращивать для продажи на рынке то он скорее всего не подойдет потому что люди его брать не будут а вот как эзотический продать в небольших количествах его можно такие плоды все же будут бояться брать люди для себя удивить друзей выросить этот сорт можно советую его посадить если любите экзотические помидоры томат большой зак это самый крупный помидор который вообще есть вот смотрите в руке он какой большой огромный этот сорт я получил несколько лет назад из Америки семена от автора сорта мини захарии у нее эти томаты вырастали по 3,5 килограмма у меня 5 лет назад вырос плод весом 2 килограмма 650 грамм это с учетом что я сделал перед высадкой кайросады копал глубокую лунку ложил туда перегной и потом еще подкармливал коровяком и вырос плод 2 килограмма 650 грамм в Украине крупнее плода я не слышал чтобы у кого-то вырастал в этом году они росли просто на грядке без подкормок без перегноя перегной мы вносили 2 года назад и вот сейчас посмотрим какой будет результат в этом году начнем вот тут у меня 7 плодов вот это наверное самый крупный вот его беру за хвостик он неправильной формы как сросшихся 2 шарика 1 килограмм 244 грамма берем следующий 759 грамм третий килограмм 39 грамм четвертый плод килограмм и 1 грамм 895 грамм 781 747 747 как видите этот самый крупный 1 килограмм 240 грамм 240 грамм вот такой помидор и вот эти два тоже крупные килограмм 42 давайте его положим вторым килограмм килограммовый вот эти три великана которые выросли весом больше килограмма если хотите такие помидоры ниже под видео есть ссылочка на мой сайт моя электронная почта и пишите заходите на сайт скачивайте каталог заказывайте такие помидоры вот куст двухметровый плоды красные мякоть тоже красная огромный этот вообще красивый как два шарика срослись так что бывает помидоры и по килограмму максимальный у меня был 2 килограмма 600 грамм ну примерно размер его вот как эти три помидора чуть-чуть меньше видите все плоды неправильные формы 895 знаете конечно вообще красавцы да и семена вот с этих крупных помидор мы соберем отдельно потому что самых крупных плодов вырастают самые крупные плоды есть еще на кустиках несколько плодов зеленых которые возможно будут чуть-чуть больше когда созреют я сниму видео это первые плоды сегодня 13 августа первые плоды большого зака все они неправильные формы на первой кисти как правило плоды неправильной формы вторая третья кисть плоды уже круглые сплюснутые тоже встречаются неправильные но в основном вот такая вот красота если вы такие не видели помидоры ставьте лайк подписывайтесь на канал да оставляйте комментарии какой максимальный плод был у вас возможно не большого зака другого сорта выращивали прикрепляйте огромную почту мне фото видео мне интересно будет посмотреть какие у вас вырастают пруды а много людей получило в прошлом году на прошлых годах семена этого сорта мне тоже писали что вырастают по килограмму больше в общем если вы вырастили с моих семян или с чужих семян ну именно большой зак присылайте мне на почту фото видео неинтересно посмотреть на ваши помидоры вот такой большой зак всем привет всем привет а мы с Миланой показываем вам новый томат какой Милан иди показывай но сначала этим этикеточка фотографируемый партнер это сорт не гибрид Нина да поскорей бы его разрезать пчелы летят на томаты да вот он смотрите Нина теперь пора давайте вес посмотрим пятьсот тридцать четыре а это самый огромный плод у нас вырос пятьсот тридцать четыре грамма триста восемьдесят пять триста восемьдесят пять будем резать сейчас это давай мы этикетку отложим ты самый крупный будешь резать я вот такие люблю резать разрезай шикарнючая мякоть да посмотрите Нина одно мясо и вот смотрите в разрезе я сравниваю с этикеткой прям похоже да Милан посмотри прям один в один как на фотографии на упаковочке такая же мякоть и в разрезе положи его в ящичек туда где помидоры это все рабочий момент ты упала полотенце не не упала я просто вытиралась ты вытиралась ну что ты отрежешь мне попробовать я еще не пробовал впервые вырастили а можно поменьше кусок я уже наелся за день помидор такой да ешься давай подержу еще кусочек будешь не один отрез только и все я уже наелся их досы будем еще снимать ну да нам еще просто снимать много сладкий очень сладкий вообще без кислоты вот посмотрите в разрезе потому что у нас милан все помидоры без кислоты сладкие ты же пробуешь многие сорта они сладкие или кислые ну так у нас все сладкие помидоры вот еще раз вес смотрите 385 этот был 500 с лишним очень крупный помидор Нина нашла как вы будете снимать да что вам еще рассказать про Нину устойчив к болезни среднеспелый по сроку созревания плоды красные одна мякоть семян очень-очень мало как видите сахарная мякоть отличнейший помидор вообще он очень классный для салатов для томатного сока очень будет густой сок можно будет делать кетчуп плод вообще красивый ребристый вот такой Нина смотрите вот вообще ребрышки сорт классный я вам советую если вы любите крупноплодные томаты которые будут подносить до заморозков и хотите кушать действительно вкусные помидоры сажайте помидор Нина он стоит того чтобы расти на каждой грядке он очень вкусный и мы вам советуем его да Милан а тем временем Милана ищет какой-то другой сорт я уже нашла уже нашла чтобы мы не перепутали я убираю те которые мы уже брали будем показывать вам следующий а вообще в завершении хочу сказать что все партнеровские томаты мне понравились я вам их советую а Милана действительно правильно нашла царское искушение от партнера гибрид в следующем видео мы вам именно его и покажем всем пока подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки пока друзья спасибо что смотрите нас и делитесь видео с друзьями да показывайте видео друзья спасибо что вы нас смотрите нам это очень важно потому что мы хотим вам показать какие вырастают какие бывают вкусные крупноплодные сладкие действительно хорошие сорта помидор не просто какие-то с рынка когда вы придете и вам предложат купить волгоградский стандартный который продают на рынке для рассады они невкусные они не сочные они не сладкие а вот такие помидоры как Нина царское искушение они действительно вкусные вон там бананчик этикеточка золоченный беляш такие помидоры действительно вкусные еще и даже не брали в руки вот эти еще не показывали ну покажем сейчас пока друзья спасибо за просмотр всем томат золото и лини прекрасный урожай в 2018 году плоды оранжевые удлиненные и округло сердцевидной формы вот такие вот куст высотой до полутора метров очень красивые вот посмотрите здесь удлиненные ну сорт как бы и стабилен но часто попадаются плоды вот такие видите округлые округло-сердцевидные с небольшим носиком а вот вторая кисть более уже удлиненные вот на третьей кисти могут быть плоды вот такие вот длинненькие это такая особенность не стоит отбирать именно правильную форму правильная форма такая удлиненная идет не стоит отбирать они все равно из этих могут будущем вырастать пару кустиков округлых плодов это не влияет ни на урожайность ни на вкусовые качества просто такая особенность сорта он потихоньку раздваивается вот недозрелый вообще в форме сердца смотрите одна громка вот удлиненный и сердцевидный вот такая красота бывает видите вот первая кисть здесь все плоды удлиненные это у нас вторая кисть тут тоже плоды удлиненные и третьей кисти вот вылезло сердечко вот на втором побеге округлый вообще такой какой-то вот рядышком куст тоже удлиненные очень сладкий сейчас посмотрим я тоже сорвал один удлиненный один округлый удлиненный у нас 132 грамма округлый 187 вот такая вот мякоть оранжевая многокамерный сочный на солнышке так что первоначально когда я и получил этот сорт лет 8 назад с Америки с цветного пакетика компании Rara Seeds у меня выросли тоже такие были и длинненькие и вот такие округлые вот уже 8 лет выращиваем его высаживаем не каждый год через год потому что много сортов и каждый сорт нет возможности вырастить ежегодно иногда новые сорта или какие-то старые опять сажаем одни не сажаем чтобы можно было вам предложить разнообразные семена так что этот сорт в 2018 году опять посадили в прошлом году мы его не сажали так что ежегодно у нас вот такие кусты и с такими и с такими плодами это ничего страшного просто особенность сорта очень сладкий сочный плотный для консервации для салата для сока подойдет этот сорт для всего особенно они вкусные консервированные вот такой очень красивый цвет мякоть очень красивая попробуйте вырастить у себя на грядке золото аэлине всем привет ребята всем привет мы показываем вам новый сорт помидор который называется бананчик покажи милан плоды показать покажешь семена вот они лежат это настоящие бананы а вот у нас есть этикетка бананчик это от аэлиты давай покажи ближе вот такие указано тут что они высотой метр шестьдесят метр восемьдесят это правда сорт среднеспелый ну и плоды в форме банана ну вот смотрите этот помидор это вот вот смотрите миланная рука это настоящий банан бананы мы конечно отсутствовали дома передержали эти помидоры они уже перезрели поэтому они треснули это не от влаги вот видите пятнышки начинают портиться вот они перезревшие но все равно мы вам показываем этот сорт как он есть давайте посмотрим его вес всегда нажимаете? да нажимай эту кнопочку жди пока будут нули теперь ложи так девяносто восемь да? девяносто восемь грамм давай еще один какой-то положим убери этот другой положи сто три этот сто три грамма а давай этот самый длинный положим ну давай сто два сто два грамма почему? давай разрежем один плод разрежем сейчас сейчас я уберу этикетку вот это давай его там на столе бери отрежь покажи мёхоть да как лимон как лимон ну да и у него шкурка серьезно как у банана круто давай я против солнца покажу чтобы было хорошо видно вот лимонный такой цвет двухкамерный плод папа пчелы к нам взлетаются пчелы летят они услышали наверное этот томат очень сладкий поэтому пчелы услышали его аромат ну он ароматный понюхай ну да мы еще его не пробовали на вкус ну да отрежь мне маленький кусочек я сейчас попробую и скажу он сладкий или нет вот видите вот такой смотрите какая вот такая кружочек очень сладкий вообще бомбезный желтый помидор или оранжевый очень вкусный я думаю что Милан тебе он понравится делаем с него сегодня вечером наверное салат это будет вкуснейший помидор который мы который ты и я пробовали ну если честно я попробовал уже очень много желтых и оранжевых помидоров все вкусные все сладкие но вот этот помидор у нас я думаю будет Милан на первом месте да да он очень сладкий и очень вкусный вообще кислоты в нем нет просто бомба я думаю что и консервированные они должны получиться вкусными хотя как я заметил оранжевые и желтые помидоры не такие вкусные как красные и розовые консервированные но этот будет думаю вкусным классный помидор вам советую что еще вам не сказал ну для длинноплодной сливки он достаточно крупный 100 грамм куст до метр восемьдесят даже возможно до конца сезона будет и два метра вырастет очень сладкий плодоносить будет до заморозков потому что плоды завязываются завязываются кусты увешаны более десяти килограмм с куста у нас урожай однозначно фаворит этого года лучший желтоплодный помидор который мы советуем вам посадить в этом году а Милана уже выбирает какой следующий сорт снять да Маши всем пока пока мы переходим к следующему томату чтобы показать вам какие еще новинки мы вырастили в этом году подписывайтесь на канал если понравилось видео ставьте лайк будем показывать вам новые помидоры всем пока пока всем один из самых урожайных в этом году сорт фиолетовая гордость веселя сейчас пройдем посмотреть поближе вот этот сорт вот такой вот длинненький смотрите 142 грамма это со второй кисти плод на первой кисти более такие бочковидные и крупнее 264 грамма вот он в разрезе такой вот темно-фиолетового цвета или пурпурного вот такая вот мякоть его относят к черным помидорам очень красивые видите перцевидные такие плоды куст куст высотой до двух метров лист очень мощный стебли тоже очень мощные по сроку созревания среднеспелый очень урожайный сорт в 2018 году один из самых урожайных мы уже его выращиваем 4 года и не расстаемся с ним сажайте этот сорт и вы томат мидас оранжевые сосульки переводится этот сорт как медок или мед с польского куст высокорослый вот смотрите это зеленые такие помидорчики куст высотой до метр сорок и выше формируем его в два ствола вот такие вот красавчики мидас у нас растут вот такая вот шпалера очень урожайный сорт завязывает очень много плодов очень много гроздей на нем на кустах ежегодно радует урожаем давайте давайте посмотрим поближе на вес и на мякоть его у нас тут есть плоды 60 грамм 67 ну примерно 60 грамм плоды на первой кисти они покрупнее 80 и даже до 100 грамм это с второй кисти я брал плоды вот такая вот мякоть оранжевая вот и вот сам плод оранжевого цвета по сроку созревания этот сорт среднеспелый плодоносит до заморозка очень прекрасно подходит для консервации для консервации очень вкусные в салатах консервированные томатный сок тоже можно делать он получится оранжевым очень красивый и очень вкусный если добавить чуть-чуть сахара вообще можно сказать апельсиновый сок очень интересный сорт посадите не пожалеете томат депровский закат новинка собственной селекции вот такие вот красавцы плоды с антоцианчиком оранжево-синее с арбузными такими полосками плоды гиганты неправильной формы как видите сплюснутые ребристые кусты до полутора метров по сроку созревания средний поздний сорт какой вот гигант вырос 767 грамм это самый крупный синий антоциановый помидор который я выращивал в принципе и вывел его такой всегда мечтал иметь антоциановый но крупный это поменьше плоды 487 это второй кисти 385 ну вот такие самые маленькие по 350 грамм можно сказать самые маленькие самый крупный 764 давайте отрежем посмотрим мякоть вот такая шикарная мякоть мало семян одно мясо смотрите оранжево красные разводы вот с этого гиганта я отрезал смотрите одно мясо суперский сорт вкус обалденный нельзя его описать просто чудо един из самых вкусных помидоров очень интересный будет в салатах томатный сок тоже получится интересным красивым ну не будет не красный не розовый а такой с оранжевым отливом оранжево розовый сок получится мы немножко закрыли сок еще не пробовали на вкус вот такой вот интересный помидорчик интересный гигантский помидорчик посадите и у вас будет такой большой помидор большой синий помидор как приобрести семена вы можете прочитать ссылки под видео переходите на мой сайт пишите на мою почту оставляйте комментарии с удовольствием поделюсь семенами этого сорта помидор вернисаж зеленый это сорт моей селекции у меня есть целая серия таких помидоров вернисаж красный розовый черный желтый и зеленый в данный момент показываю вам вернисаж зеленый вот такие вот круглые плоды полосатые темно-зеленые и светло-зеленые полосы 52 грамма средний вес 50 грамм мякоть у него тоже зеленые трехкамерные трехкамерные ну и такие вот кругленькие плоды хотел показать вам на кустах но уже мы собрали урожай осталось немного поэтому в принципе там показывать уже нечего опоздал я со съемкой в следующем году покажу сорт сверхранний куст высокорослый до полутора метров плоды очень сладкие можно консервировать на салат на томатный сок делать зеленый сок сейчас встает очень модным употребление зеленого томатного сока его добавляют немножко соли и он очень вкусный в общем я отправил эти семена еще в 2011 году в Америку и в Канаду там их уже выращивают побеждали они на конкурсах получал я денежную премию из Америки за этот сорт там их сушат вялят в общем американцы довольны таким сортом таким сортом ну и у нас тоже его потихоньку начинают выращивать очень красивые плоды главное этот сорт очень вкусный сладкий посадите и попробуйте спасибо Продолжение следует...